Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами будем рисовать только дизайн, потому что эти ноготочки смоделировала ученица на курсах. Поэтому моделирование у нас полностью готовое, нам осталось сделать только дизайн. В принципе, и дизайн-то она могла нарисовать, потому что она уже проходила обучение на онлайн-курсах, она все это умеет, но почему-то постеснялась, почему-то ей не захотелось к этому прикладывать усилия. Ну а у нас сегодня в клиентках Лана. Как обычно, Лана у нас очень интересный клиент, поэтому всегда ей можно сделать что-то необычное. И было решено рисовать ей кота Саймона. И сегодня мы с вами разберем один из примеров, вариантов, когда можно рисовать потрясающие дизайны, не умея рисовать тонкую линию. То есть мы с вами делаем, что мы рисуем подмалевок кота, полностью соблюдаем его форму, прокладываем для себя основные моменты, где у него какие запчасти находятся, но при этом закрашиваем все целиком и полностью черным цветом. Обратите внимание, что при этом четко видно, где голова, где будет лапа, где будет вторая лапа, куда пойдет хвост, куда пойдут все элементы. То есть я для себя не просто рисую какое-то круглое пятно, а все-таки раскладываю элементы и запоминаю их раскладку, потому что это потом мне пригодится. Продолжение следует... И вот в этом самом месте мой любимый момент при работе с клиентами, потому что нарисовали вот такое вот черное пятно, а потом поворачиваем пальчик в сторону клиента и кричим, ты гляди, какой красивый будет кот. Вот клиент не видит здесь никакого кота, это только вы видите, что это кот на самом деле. Но тем не менее, в этом цветном пятне рассмотреть будущего кота, это очень интересно и необычно. Ну и после того, как мы все это нарисовали, мы хорошенечко просушиваемся, потому что краска у нас очень пигментированная, слой ее довольно-таки плотный, поэтому время просушки должно быть хорошее. Ну и следующим делом рисуем нашему коту основные элементы, которые у него на нем есть. Это, конечно же, глаза. В принципе, кроме глаз на этом коте больше ничего и нет. Добавляем в наши глаза зрачки и получается вот такое смешное животное. В принципе, зрачки можно было сделать какие-нибудь косые, в разные стороны направленные, получилось бы еще смешнее, но мы решили уже сильно не перегибать. А вот теперь все. Прежде всего остального кота заполняем гель-лаком, оставляя тоненькие черные линии. То есть, нарисовать тонкую черную линию намного сложнее, чем ее не закрасить. Поэтому аккуратненько закрашиваем всю поверхность, оставляя черную прорисовку. И у нас получается, как будто мы три дня рисовали кота, а потом еще четыре дня его тонкими линиями обводили. Почему в данном случае для заполнения выбран именно гель-лак? Потому что в дальнейшем я буду присыпать это все акриловой пудрой. А гель-лак у меня по структуре эту пудру лучше в себя впитает, сделает более пушистой и в то же время лучше просохнет, чем гель-краска. Продолжение следует... 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 На непросушенный гель-лак насыпаем акриловую пудру, потому что она должна впитаться в жидкий материал. И после того, как мы хорошенечко напитали гель лак акриловой пудрочкой, отправляем все наше безобразие на просушку. Ну а теперь думаем, чем же добавить соседний пальчик. В данном случае можно было, конечно, эти все матюки нарисовать вручную, но это долго, нудно и противно. И зачем, если производители наклеек позаботились о нас, чтобы мы матюки не брали на себя грех на душу и не писали их от руки, а брали и приклеивали. Поэтому выбираем слайдер дизайн и приклеиваем его на соседний ноготочек. Все эти высказывания выбирал клиент самостоятельно. Это не я. Субтитры создавал DimaTorzok Для того, чтобы ноготочки лучше перекрылись при помощи финишного покрытия, по слайдерам пробегаемся праймером. Он их немножечко разрушает. Слайдеры у нас становятся более мягкими, хорошо натягиваются по поверхности ногтя и нигде не торчат. Нам с Ланой показалось, маловато будет, и мы решили дополнить еще одну надписюху. Не придумали ничего, конечно же, умнее, как приклеить номер самого слайдера. В общем, девочки, при создании этого дизайна хохот стоял на весь салон. Хохотали все. Хохотала ученица, я, Лана, все, потому что это было очень весело и креативненько. Надеюсь, вам понравилось. Мы с вами увидимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok